HTC Diamond 2, китайский клон. Пришел в такой коробке. Здесь был сам телефон. Под крышкой мы находим наушники довольно хорошего качества. Две батареи. Одна батарея уже установлена в телефон. И адаптер microUSB. И сам телефон. Сам телефон выполнен довольно качественно. И работает довольно шустро. Установлен по началу Windows Mobile 6.5. Давайте посмотрим его параметры. Оперативной памяти 288 МБ. Встроенной памяти 512 МБ. И процессор с актовой частотой 806 МГц. Также экран VQ VGA 240 на 400 пикселей. G-сенсор работает стабильно. Без всяких сбоев. Как тоже есть и GPS. В начале не установлена никакая программа для GPS. Никакие карты. Но мы можем посмотреть, сколько спутников он найдет. Видим один спутник. Значит, наш GPS работать будет. Дальше. При работе памяти остается примерно 40-45 МБ оперативной. Что вполне достаточно для загрузки нескольких предложений. Посмотрим, как работают некоторые предложения. Например, как работает браузер Opera Mini. Также видим, как работает мобильный интернет. Как видите, все работает довольно быстро. Без всяких сбоев. Вот уже загрузилась страница. Видите, все работает очень плавно и красиво. Как говорил, гравити-сенсор работает вполне корректно. Все отображается и довольно быстро. Посмотрим на камеру. Почему она такого плохого качества сказать сложно. Ну, можете посмотреть, как она работает. Видим, что надо немного ждать. Пока сфокусируется. Также нет автофокуса. Зато есть много разных настроек, которые можно настраивать. Фотографии можно будет посмотреть на сайте. Какого качества, чтобы посмотреть. А так телефон, несмотря на свои некоторые минусы, работает довольно хорошо. Есть даже две сим-карты, которые работают стабильно. Также Bluetooth, Wi-Fi. И все это работает, конечно же, хорошо. И все это работает. Продолжение следует... Продолжение следует...